И мы волна глобальная, без паруса летим вперед Где-то там у берега, с победой нас богиня Вика ждет Мы волна глобальная, без паруса летим вперед Где-то там у берега, с победой нас богиня Вика ждет 31 марта 2017 года началась съемка глобальная волна находится я здесь впервые у нас есть проводник сергей снецаренко представь где мы заказались мы оказались в гостях лекция какая лекция на какую тему мы сейчас расскажем николай игнать еще у нас очень большой специалист в области изучения человеческого организма с помощью электроэнцефалограммы есть методика соответствующая индивидуальная можно рассматривать и как ноу-хау имеет свой философский взгляд на вещи которые в жизни происходят ну не только философские а концептуальные которые помогают в работе мы проще мы таких умных слов не говорим давайте попроще тоже на канале у нас все время идет борьба часть зрителей говорят давайте больше дела больше деловых людей а когда мы начинаем работу по скажем конвертации канала деловое сообщество философский кача зачем им нужна коммерция да зачем им куда девать этих интересных людей так вот бывает ярослав все время жалуется вот вернее он принимает эти жалобы на себя все я-то не фактически не знаю но тем не менее наша задача искать интересных представлять людей ну и вы в том числе входе в когорту людей которые может мало известны но известны и в определенных кругах мы вот пришли к вам в гости чтобы для слушателей канала сделать такое интервью и лекцию чтобы можно было бы хотя бы узнать о вашей работе о ваших методах о ваших знаниях как вы на это смотрите нормально положительно но туда надо есть интервью тогда надо свет наверное включить у меня это главное звук а ну тогда вот и свет давайте начнем с методики которая связана с анализом которые вы получаете информацию с помощью электроэнциклограмм расскажите в двух словах вы можете это два слова сказал задумать ну смотри какая-то необычная получилась данная ну совсем необычная десятилетиями мы изучаем людей с помощью тестовых методик с помощью энцефалограмм и все результаты бегают ползут изменяются мы начали искать какие причины и вот когда начали искать какие причины мы получили более тысячи хороших качественных энцефалограмм очень хороших и начали вот корреляцию искать и вдруг неожиданно из всех факторов начал выбиваться один конечно тут влияет результаты деятельности человека чем он занимается спинтами и считает все это так но один фактор вдруг начал перебивать все мы на него особого внимания вначале не обратили до тех пор пока перед глазами у нас не появились некоторые данные вот смотрим смотрим это график чистота вызова скорой помощи в городе в москве и как она связана с какими факторами связано солидные люди три крупных ученых три доктора наук публикация вестник российской академии наук то есть это не шарлатан 2007 год и вдруг они выявляют что самым таким вот фактор с наибольшей корреляцией это скорость вращения земли вот так вот они об этом помолвились даже написали какой коэффициент корреляции сейчас я покажу слушатели могут просто не ловить это можно хорошо можете так вот показать пальцем показывать вот это графики которые идут связанные с допустим рассматривая эффективная температура сердечно-сосудистые заболевания кепертония астма респираторная скорость вращения земли вот видите показывает что связь скорость вращения изменения да и все факторы оказывают влияние и перекрывают все другие даже праздники перекрывают и они взяли вот об этом обмолвились однако анализировать не стали глубоко мы понимаем а вдруг это связано с тем что вот разные заболеваемые земной летом уже скорость вращения земли разные времена года разные ну ладно а мы все таки после того какие мы получили такие же результаты тексты от скорости вращения земли энцефалограмма от скорости вращения изменения скорости изменения изменения скорости земли это очень принципиально ну мы взяли и посмотрели а как это связано с десятилетиями скорость земли вращается на протяжении одного года изменяется зимой она летит быстрее скорость вращения медленной земли а летом наоборот вот а как не десятилетиями связано мы взяли и сопоставили два графика это вот заболеваемость различными вот заболеваниями у нас в России и скорость вращения земли откуда эту скорость мы взяли есть лаборатории с которой с точностью до 2 секунды фиксируют скорость вращения земли в масштабе дней средняя за неделю за месяц за год вот это вот средний за год мы получили и оказывается род заболеваний у нас зависит от скорости вращения земли необычно скажите когда вы заметили эту особенность причина вот это что а как вы думаете какая причина я думаю что это связь дело в том что я считаю что все связи в природе носят электромагнитный характер изменение скорости вращения земли влияет на электромагнитное поле на его построение и соответственно и соответственно сразу влияет на электром поля людей горячо горячо да но пока вот это вот все да да почему вот так вот да потому что скорость вращения земли и магнитная напряженность вот почему мы сказали есть графики за столетия они совпадают то есть говоря об электромагнитной энергии мы говорим одновременно и о скорости вращения земли но я бы добавил здесь еще одну мысль она есть у дятла Владимира Лукича интереснейший исследователь доктор профессор академия наук вот сибирская академия наук правда он сейчас уже не жив но у него блестящая монография на этот счет он говорит да меняется электромагнитная энергия но есть еще энергия связанная с ней с электромагнитной которая связана со скоростью вращения земли это спиновая энергия назвал но он говорит эта энергия находится в обнимку с гравитационной энергией поэтому если говорить глубоко то мы да имеем электромагнитные изменения но между этим меняется гравитационная энергия то есть энергия связанная с вращением земли и с изменением вы очень точно сказали с изменением гравитационной энергии с изменением и так вот это комплекс энергии но вот пока мы о них не говорим тут физики много спорят мыслят ругаются друг с другом поэтому пусть они у них много энергии да у них много энергии да вот так вот они такие физики вот сейчас ну и раньше наверное были ищущие но это хорошо это отлично это хорошо это они в физику говорят правильно это молодцы умницы молодцы а мы пойдем как бы методом черного ящика пусть они там спорят придут к определенному выводу а мы методом черного ящика сейчас установим ну вот через счет рядом с вращением земли вот а вот смертность от внешних причин в России и в других странах масса стран и оказывается смертность вот несчастных случаев вот там аварии разные в России она почти полностью вот эта вот кривая за десятилетия совпадает с кривой скоростью вращения земли но именно в России идем дальше а вот случайная смертность это отравление алкоголя самоубийство убийство транспортной травы смотрит так она же повторяет скорость вращения земли но тут есть некоторые нюансы вот эти вот изгибы или изменения тенденции вот этой смертности несчастных случаев они связаны с изгибами с изменениями скорости вращения земли то есть знак ускорения меняется вот это вот точки бифуркации изменения всех то есть вспышка происходит в момент ее перехода от замедления к ускорению да то есть вот прохождение пика домеостаза да это точка бифуркации меняется ускорение то 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 растет скорость то уменьшает вот в этой точке все важнейшие изменения происходят а еще такой вопрос у Игнатьича прошу прощения а значит это все не случайные юлия как же тут случайные я поэтому и говорю что это не случайные значит дело не случайность как только мы заходим в этом жди приключения во всех в политике в догонии в революциях в протестах в понятии тяжести ну наверное в изобретениях тоже точно ну-ка давайте будем срочно сейчас переходим к интеллекту я все это бросаю тогда все тут связано вот и смертность и рождение а вот по интеллекту да вот все сразу идем вот смотри вот это вот длительность земных суток найдено за несколько лет за сколько лет мы находили это экспериментально это расчет был за 12 лет за 12 лет то есть мы взяли там огромный массив дан за каждый день есть день переводится средний за месяц за неделю и появились средние данные за 12 лет почему за 12 потому что скорость вращения земли меняется каждый год на каждом участке траектории почему потому что великие планеты через руну или прямо они замедляют скорость вращения земли и может ускорять вот поэтому если взять среднее за 12 лет вот у нас получилась такая кривая вверху и она совпадает с кривой рождение талантливых людей это вот наш интереснейший исследователь виноградов это вот это да вот оно талантливые люди рождаются частота рождения талантливых людей связана со скоростью вращения людей в течение года вы видите вот это вот ваш тезис что это вот то есть то что я в свое время на лекциях говорил что земля управляет практически людьми но они этого не осознают они не осознают космические энергии все правильно вы очень правы а теперь посмотрим подтверждение вашего скорость вращения из земли средняя скорость по месяцам и по неделям также за 12 лет и средний результат интеллектуального тестирования это подтверждение вашего тезиса наш интеллект работал тестовыми методиками мы выполняем там мастер-методик самый современный есть допустим тесто 45 минут выполняется есть две книги по две книги выполняли то есть это огромнейшая статистика это не один какое-то тесто это десятки разных выполнялись люди одного и того же типа в одних и тех же условиях сильно мотивированы результаты из десятков тысяч так обследованных людей мы это брали вот всего 659 но уж все другие параметры были выделены и посмотреть как меняется строка смотри вот это у нас что это замедление вращения или что это это интересный вопрос значит в настоящее время скорость вращения земли если брать лабораторию во Франции интереснейшая хорошая лаборатория она изменяется отклонение миллисекунды от средних значений вот сейчас мы имеем данные точные данные миллисекунды прямо с 1963 года и вот взяли примерно за 40 лет средние результаты и отклонение если длительность суток выше среднего то тут идёт плюс столько до миллисекунды а если длительность суток уменьшается то скорость увеличивается столько до миллисекунды то есть это показатель увеличения скорости внизу это высокая скорость вращения земли а наверх это понише понише а это показатель интеллектуального да это IQ вот здесь вот высокий а вот тот IQ понише понише то есть как только замедляется скорость вращения происходит падение интеллектуального уровня вот я вас поймал да дело в том что я сказал и точно говорил по решению интеллектуальных тестов а решение тестов это не весь интеллект человека более того это не есть даже творческий интеллект человека большая часть тестов которые измеряют IQ это на формально логические решения хотя есть образ мышления здесь это все да а вот если мы сравним вы говорите интеллект стал хуже решение тестов стали ухудшились показатели а если мы вспомним виноградов и вернемся его то там все наоборот вот смотрите как творческие люди это как раз рождаются в те моменты когда IQ у людей растет то есть то есть творческий компонент и формально логический находится в противоречии это уже ученые удовольствовали психологи но здесь это все видно на десятках тысяч людей у виноградова речь идет о десятках тысяч людей то есть вытекает такой тезис что вот так если посмотреть с этой точки зрения то на земле идет борьба между логически мыслящими людьми прекрасным и образным творческим творческим вот это интереснейшее вы высказали суждение если взять результаты исследования огромного количества коллективов разных производственных государственных и прочих энциклогетических исследований то да те люди которые мыслят творчески у них частота высокая то есть она чаще в правой половине мозга вот здесь и в затылочных отделах а вот те которые лучше форма эрологическая у них более левая половина головного мозга развита чаще в лобных отделах очень часто и между людьми у которых более развиты левая половина головного мозга и правая затылочная идет борьба на бессознательном уровне они друг друга теретели борются собирается микрогруппы и весь коллектив становится или леволопным или праволопным это одна из причин разорения всех предприятий циклом примерно 12 лет среднее время существования предприятий которые зарегистрировались в Европе это 12 лет разоряются разоряются почему да потому что принятие решений носят творческий характер тут необходим особый интеллект творческий интеллект а побеждают леволопные формально логический интеллект победили они власть то захватили а дело что не знают не знают и побеждают те которые более у нас таки в общении и разоряются это одна из причин разорения как предприятий отдельных фермов так и причина падения могущества империи государства вот циклы развития империи государства подчиняются таким же законам но в данном случае мы ничего не можем сделать потому что если мы подчиняемся земле то противодействует этому ой меня извините а зачем то что мы так распинаемся как раз вот зная эти умные люди некоторые руководители предприятия вот Альфин знает встречался с ними исследования проводит сам непосредственно да они изучают каждого руководителя и на момент когда есть признаки того что он становится вот ну как сказать человеком который стоит на пути развития других людей когда он начинает третировать бессознательно совсем недавно у нас был случай одна женщина леволомная говорит на другого да он заработную плату начинает манипулировать заработной платой обещает там вот рабочим более высокую заработную плату они за это им частично свое отдают когда мы начали исследовать то оказывается эта женщина у нее чистота ее здесь она и здесь а так как мы знали что эти люди конфликтуют мы тогда установили что она разными другими методами что она просто ну она любит по каким-то причинам она придумала все что угодно она выдумала это вот идет между ними борьба и если вовремя в эту борьбу вмешаться если вовремя это корректировать то этим может управлять этим можно управлять и всем процессом вот когда коллективы сплачиваются когда раздражение идет и так далее почему они сплачиваются это здорово вопрос это отводит от нашего основного тезиса нет нет это здорово это хороший вопрос а тезис у нас такой сегодня да что существуют какие-то космические энергии связанные со скоростью вращения от которых фундаментально зависит наше развитие социально-экономическое политическое экономические циклы поднятие тяжести наше мышление наш интеллект наше развитие циклы Кондратьева но все зависит от космических энергий связанных со скоростью вращения и мы сделали такое вот так мы не знаем что это за энергия пусть физики разбираются пусть они нам скажут вот что это за энергия мы на них посмотрим мы будем критиковать их если ну не так подружески пусть они ответят что это за энергия ведь многие из них уже ответят блестяще ответят вот теперь путь академии наук вот дает ответы тоже присоединяется к тем физикам которые дали блестящий ответ на эти вопросы итак вы задали вопрос какой я задал вопрос почему они объединяются но мы в данном случае уйдем вот сейчас а почему почему люди объединяются вот люди объединяются по-разному вот те у которых активность здесь это тип 1-1 почему 1-1 потому что если разбить вот скорость вращения земли то тип 1 это максимальная скорость вращения земли тип 5 минимальная скорость вращения и мы разбили вот людей на тип 1-1 ну тип 1-1 это те у кого активность головного мозга здесь тип 5-5 который активно головной мозг вот в этих делах так вот тип 1-1 объединяется по причине удовлетворения своих потребностей актуализированных потребностей в стрессе эти потребности становятся более примитивными есть вот такое вот пирамида по слову какая и какие потребности они примитивными становятся в стрессе это безопасность это еда это размножение там женщины мужчины каждый по-своему вот это боясь вот это страх вот вот есть интереснейшие исследования на сибирских ученых молодцы у нас некоторые вот они исследовали людей при низкой частоте эггг вот страх боясь и прочее вот характерно это вот вот этот тип и управление людьми в этих условиях без страха не может обойтись и когда люди по какой-то причине они колебательные меняют с той ими с другими переходим и становимся такими как тип 1.1 вот без страха без кнута без полиции не обойтись а чем активность определяется тип 5.5 цель деятельности смысл жизни вот для них тип 5.5 это тип проловный которые живут высокая частота у них есть энергия психофизиологическая энергия есть для того чтобы иметь точную картину мира для того чтобы иметь точный образ есть образ хороший для того чтобы иметь цель у них более развита так называемая метапрограмма будущее вот у этих более развита метапрограмма настоящая обумлить скушать достать самосохраниться это так а вот тут вот эти живут ценности вот поэтому у разных людей разные вот как бы система мотивации но так как каждый человек зависит от космических энергий и общество меняется колебательно то сюда то сюда то и мы живем то великими ценностями то будущее ценности это и религия дает и какие-то политические партии дали ценности в тот момент который соответствует так то резервным потребностям людей как-то сформулировали вокруг этих ценностей сплачиваются люди и идут какой-то цель если нет цели у этих людей раз в год и считают таким образом на ваш ответ разные типы людей имеют различную систему мотивацию но мы идем дальше да куда мы идем а мы это мы посмотрели посмотрели а вот мы продолжаем ваш о том что космические энергии влияют на мышление людей на тип интеллекта на работу коры и подкорки головного мозга когда активны вот эти люди то более активна подкорка когда более активны вот эти люди более активна кора головного мозга Присмотрим, как меняется IT в зависимости от скорости вращения земли у норвежских призывников. В Норвегии какой уровень образования? Какой уровень дохода данного человека в ВВП? Насчет дохода я знаю, насчет уровня образования. Качество образования высокое. Несмотря на то, что качество образования высокое, а почему-то корреляция есть между образованием и ВВП. Это прямая корреляция, где-то на уровне 0,7 по всем странам. Смотрите, сохраняется. Тут чуть ниже скорость вращения земли. И дальше, а выше, это изменение IQ призывников у норвежских призывников с 1962 года. За 40 лет. И она меняется примерно так же, как меняется скорость вращения земли. Но со сбегом 7 лет. А почему двиг такой может? Потому что под космическими энергиями и интеллектом молодых, молодых человек, формируется где-то 5-7 активных на лет. Если есть соответствующий космический энергетик, будет соответствующий тип интеллекта у тех людей, которые родились в данное космическое время. То есть люди рождаются с определенным типом предосположенности к интеллектуальной деятельности в зависимости от типа космических энергий. То есть это легенда, или не легенда, библейское сказание о том, что зажглась звезда, и в опыт сказали, что должен родиться человек, который откроет новое развитие человечества. Это не просто. Эта метафора очень сильная. Сильная. Очень сильная метафора. Но вот есть исследование о том, как изменялось количество талантов в зависимости от взрывов сверхновых звезд. Вот. Есть такой интереснейший исследователь Александр Сергеевич Халманский, доктор химических наук. Ну, интереснейшая личность Халманский Александр Сергеевич. У него есть статистика на этот счет. Ну, все, взрыв сверхновой, и идут преобразования на Земле, и одновременно больше рождается талантливых людей. Вот представители новой физики причиной этого могут сказать два счета. А представители классической физики чешут затылок и что сказать не знают. Вот на эти случаи. Как они знают? Не знают, дураки мы все. Что? Они говорят, дураки мы все. Да! Идите, работайте на заводе. Работайте на заводе. Да, тут же вот комиссия, как это, по лжедоуке, она скажет, да вы что-то не то говорите. Ну, тогда объясните, почему это так? Что это за энергия? Не могут объяснить. Вот пусть, пусть, да, вот, да, а теперь мы будем оценивать их лучше. Объясните, что это за энергия? Вот она везде проявляется. Смотрите, статистика, объясните, что за энергия. И дальше, вот эти, все по одной вашей фразе, только фразе, наш интеллект зависит от космической энергии. А вот, количество научных новаций. Вот у нас есть скорость вращения Земли с 1650 года, это данных инструментальных наблюдений, с 63 года это данных уже современных наблюдений, и есть количество научных новаций, которые подсчитаны разными методами, разными научными школами, разными людьми, разной базой есть. Вот тут все, вот эти, вот эти основные базы взяты. Полное совпадение со скоростью вращения Земли, с космическими энергиями, которые связаны со скоростью вращения Земли. И опять, как рождаемость, это правда, как рождаемость. Все связано вот с резкими изменениями, то есть с моментами бифуркации, изменения ускорения Земли, годичный цикл. Я хотел спросить, вот здесь вот маленькое изменение, а вот рвок большой. А тут ведь накладывается, кроме этого, еще технологический цикл, то есть собственно, тех... Да, накопление идет. То, что мы говорим, это абстракция, любая абстракция приблизительно. А кроме циклов, которые есть космические, идут внутренние циклы. Циклы политической борьбы, циклы обновления основных фондов на предприятиях. Еще, еще. А тут смотрите, какой это год вы назвали? 45-й год после войны, да? Это сразу вот... Энергия, все разрушено, высокая потребность в знаниях, в изобретениях. И космос в это время нам помогает. И вот количество инноваций достаточно большое. То есть ваш термин, реплика показывает, что это не механическое совпадение и сопоставление. То есть все идет через внутренние циклы. И циклы Кондратьева, они имеют и внутренние закономерности, и космические закономерности. Но в конечном счете, чем больше ответов мы берем, тем больше совпадение динамика космической энергии с динамика развития экономических иных процентов, в том числе духовных изобретений. Вот что. И в десятилетних циклах, и в годичных циклах, и при самых различных измерениях, и текстовой методикой, и энцефалограммой измеряем, и в количестве инноваций. Все имеет, вот, связано с циклами, с космической энергией, связанной со скоростью вращения Земли. Так, молодой человек. Хорошо. Вот мы выявили это. И как говорит президент, но о каких практических предложениях? Ну, для практических предложений, тут несколько книг, монографий написано. Ну так, в двух словах, для наших зрителей. Но это мы, практические предложения, пока из этих знаний, они не следуют. Они последуют, вот как мы сейчас пойдем туда еще, приведем некоторые данные. Вот потом я у вас спрошу, какие практически у вас, вы сами это увидите. Ну, на базе того, что пока вы рассказали, небольшую перебивку для зрителей, они-то пойдут, чаек себе заварят, потому что прослушивают. Так. Значит, согласно мировоззрению подсказано Сергею Валерьевичем Стесаренко, все вокруг нас есть некая среда. Так. И в этой среде абсолютно все алгоритмизировано. И ваши... Стоп, откуда вы взяли, что в этой среде все алгоритмизировано? Подмен понятием. Вашей динамики, ваше... Подмен понятием. Поясните. Где же это алгоритм? Тут нет никаких алгоритмов. Циклы. Циклы – это алгоритмы? А с чего вы взяли, что циклы – это алгоритмы? Ну, может быть, мы термин как-то неправильно выбрали, но все абсолютно... Алгоритм – это строгая последовательность. А циклы меняются на глазах. Да, есть циклы какие – годичные циклы, месячные циклы, лунные циклы и прочее, прочее, прочее. Циклы вращения вокруг группы звезд, циклы вращения вокруг галактики. Хорошо, вы хотите сказать, что весь космос существует в хаотическом порядке? То есть он не алгоритмизирован, он хаотичен? Не только хаотичен. И хаотичен, и одновременно, и высоко закономерен, и то, и другое. Ну вот я под алгоритмом понимаю закономерен. Да, а вот закономерности – да. Ну вот нельзя быть немножко беременным. Вот космос – это хаос, вы считаете, или это закономерность? Это хаос, из которого закономерно рождаются закономерности. Ну, красивый, конечно, выход. Ну, я к чему? Мы очень много связаны с физиками, которые как раз берутся анализировать, чтобы найти модельные представления, чтобы технически описать то, что вы выявили. Я то, что сказал, это вот одно из последних достижений физик. Что из хаоса рождается закономерность. Есть учение ритмодинамика, которое описывает пространство, что все вокруг нас, все процессы вокруг нас, и мы в том числе, это организованные пакеты стоячих волн. Интересно, блестяще. И, соответственно, в случае пакета стоячих волн непосредственно существует в среде. И любое изменение внешней среды влечет изменение фазовых частотных характеристик пакетов стоячих волн. И ваше исследование это сто процентов доказывает. Интереснейшее. Но мы опять перепрыгиваем уже даже. Практически реактивнации мы перекрываем еще на десять шагов туда. Значит, смотрите как. Попрешем еще туда. Вот есть тип 1.1. Как бы один стоячий волн. Вот тип 5.5. Другой стоячий волн. Это две противоположности в человеке существуют. И нас постоянно. Луна. Молодая Луна. Мы здесь. Старая Луна. Мы здесь. Есть Сатурн. Когда действует через свои кольца. Мы здесь. Когда Гипитер. Мы здесь. То есть понятно, да, о чем я говорю. Очень коротко сказал. Но это вы знаете. Все понятно. И вот сюда, сюда меняется. Появляется третья точка. Наше самосознание. Мы сами. И по большому счету есть много предпосылок для того, чтобы утверждать, что мы люди по своей сути волновые. Вы понимаете? Вот третья точка. И мы имеем свободу выбора. Вот тут мы побыли в этом состоянии. Мы видели, ну, что такое там, баррикады, прочее, прочее. Побыли в этом состоянии. Мы видели, что такое люди там, святые, которые отдают свою жизнь. Мы видели тех, кто отдают свою жизнь за идеи. А вот это мы здесь. Мы побыли в том или ином состоянии. Сами побыли. И видели людей. Видели общество в том или ином состоянии. Вот теперь мы принимаем решение. А существуют механизмы или методики, или практики, позволяющие человеку осознать самого себя и начать осознанно управлять своими фазово-частотными характеристиками? Пять с плюсом. Вот то, что вы сказали, да, методика существует, великая методика. Это наша жизнь. Наша жизнь. Вот наша жизнь, это есть процесс, о котором вы сказали. Если бы был великий мудрец, он бы придумал такую жизнь для того, чтобы мы появились вот в таком состоянии. Все придумано так. Жизнь такая состоит. Не будь вот этих трагедий, не будь переживаний, не будь плюсов. Находись мы в состоянии удовольствия всех потребностей, мы никогда не стали, мы не готовы нас опожертвовать. То есть, воины должны сохраняться? Нет, этого я не сказал. А как? Воины это... Ну, межличностные переживания, я с вами полностью согласен, но на сегодняшний день наша цивилизация живет только через постоянные циклы борьбы за территорию, за ресурсы, человеческого эго и так далее. Постоянно идут воины на планете. Да, идут правы. Вы действительно правы. И если брать 14-й год, если брать 1-ю мировую войну, 2-ю мировую войну, все наши, вот все они связаны с определенными космическими энергиями. Вот посмотрите. Вот посмотрите. Вот 14-й год, да, вот тут вот, вот замедление вращения войны, 39-й год, вот тут вот замедление вращения войны. То есть все это связано. И они возникали, и будут возникать энергии войны до тех пор, пока мы не осознаем, пока мы не осознаем эти закономерности. Вот я скажу то, что у меня в интуиции. Можно я скажу? У нас это уже не наука. То, что я говорил, сейчас это была наука. И все доказывается статистика. То есть тут, ну, все, статистика, там, сотни тысячи, десятки тысяч, миллионных случаев. И всех подчиняется этому законодательству. А это гипотеза, это предположение. Нас поставили в ситуацию, когда мы сами должны решить. Или мы встанем на уровень, ну, что ли, Бога, или на уровень развития, когда будем своим сознанием, душой определять наше будущее, или мы погибли. Проект «Глобальная волна», который мы представляем, это фундаментальное исследование, вышедшее из Советского Союза, которое доказало наиболее эффективную модель научных разработок. И на сегодняшний день у человечества есть технологии, позволяющие всех накормить, напоить, каждому дать жилье, летающие транспортные средства. Но все человечество должно перейти на мировоззрение, ценить и бороться за каждого здесь проявленного человека. Ну, у вас хорошая, как вы сказали, волна какая? Глобальная. Глобальная волна, хорошая мысль, вы сказали. И вот космический эксперимент, вот я представляю со стороны, мы же можем представить, что мы здесь какие-то вирусы, нас облучают разными там частотами, как мы себя там поведем. И у нас разум, интеллект культивируют. А для чего? На сегодняшний день мы весь интеллект, который существует, направляем в первую очередь только на войну. Пять с плюсом. Более того, все научно-исследовательские разработки финансируются только за счет военно-промышленного комплекса. И сначала это секретные разработки, там 15-20 лет служат в ВПК, потом в какие-то... Мы уже несколько раз меняем логику нашего мышления. На этот счет, на эти рассуды у нас тоже написана книга, другая. Но это мы тогда не закончим, у нас какая мысль была, да, вот сейчас, довести статистику, которая неизбежна, закономерна, статистически значима, достоверна, всесторонне доказывает тот факт, что наша психика, наше развитие зависит от космических энергий, которые связаны со скоростью вращения Земли. Вот если мы этот факт приняли, тогда из этого... Да приняли, конечно. Это же еще только часть графиков, там идут сотни графиков. Да нет, мы с вами общаемся, мы же принимаем решение, вы адекватный человек или нет. Так это же вы приняли, глобальная волна. А зритель-то примет или нет? А зритель все равно не примет, потому что подавляющее большинство не имеют компетенции рассуждать на эту тему, раз, а те, которые имеют компетенцию, они скажут, где публикация в лицензированных изданиях, мы только там принимаем. Ну-ка, Альфрид, ну-ка давайте лицензируемое издание, где ваша статья, книги... Я же понимаю, что это и есть, поэтому для меня вопрос решенный. Мы сейчас стали свидетелями консенсационнейшего доклада... Самые толстые и рецидируемые издания... Вот сейчас мы читали, если там не поближе с севера на уроке... О-о-о-о, вот это там вот... Вы чувствуете, моя голова и эта книга? Все рецидируемые. Дело не в том, что есть рецидируемые из рецидируемых изданий. Дело в том, что должны быть головы, которые понимают все это целостно. Целостно понимают. Ну вот, у нас и десяток книг уже есть, статьи есть, все есть. Рецидируемые издания и на английском языке и прочее, но не только с нами. Заметьте, как Вселенная организует пространство и пришли к вам на интервью подготовленные кадры. Да, вы очень подготовлены. Насколько вот Сергей Валерьевич Снесаренко мгновенно уловил... Класс! Но в этом есть минус большой. Так. Вы не даете закончить формально-логическую часть Земли. Ну давайте начнем, конечно, конечно. Давайте завершим. Замечающий минус. Да. Да. Ну давайте тогда быстро-быстро поскочим. А вот циклы кондрации. Видим? А вот скорость вращения Земли. До циклы кондрации есть ничто иное, как та космическая энергия, которая пришла к людям, которая переловилась в наших головах, в нашей физиологии и, пожалуйста, вылилась в экономическом росте. Но здесь сдвиг уже 30 лет. Почему 30 лет? Потому что за столетия настолько сильно меняются космические энергии, что одно поколение не успевает перестроиться, не хватает ресурсов. То есть надо, как мы делаем измерение где-то, с одного миллисекунд переходит на часы или сопротивление низкое, большое, ну и переключаем. Вот смена поколения – это ничто иное, как энергетическое переключение на разные регистры. Вот, пожалуйста, циклы кондрации – это скорость вращения Земли. Вот еще экономические данные, показатели развития США есть с 1800 года. И у нас скорость вращения Земли есть с 1800 года. Все основные экономические показатели США связаны со скоростью вращения Земли. Особенно сильно – это цена потребительской корзины, CPI. Но если в начале 19-го века скорость вращения Земли меняется и тут же меняется цена потребительской корзины, понятно, люди меньше поработали, больше поработали, цена корзины или падает, или уменьшается. А вот в конце уже тысячелетия, в начале нашего тысячелетия этот взлиг достигает 5-6 лет. Почему? Потому что общественное развитие – сложное производство. И это производство, после того, как сам изменился человек, оно еще инерционно, договора действует. И через 5-6 лет только меняется то сложное производство, которое есть в настоящее время. В зависимости есть, но с некоторым смещением. А вот один из центральных графиков. Дело в том, что население разных стран по-разному связано с космическими энергиями, которые отражают скорость вращения Земли. Россия наиболее непосредственно связана с этими энергиями. Мы видели это по количеству смертных случаев, порождений. То есть разные люди разных национальностей? Да. Это типа разные биокомпьютеры и подчиняются разным… Биокомпьютеры я не сказал. Ну нет. Вы меня не подставляете этим термином. Не хороший термин? Ну, он такой какой-то… Мы больше, чем биокомпьютеры. Мы личности. Мы имеем право выбора. Биокомпьютер – право выбора у него ограничено. Это зависит от программы? Да. Я сказал, ограничено. Ну, в общем, русский этнос или люди, народы, проживающие на территории России? Вот по каждому вашему вопросу ответ не может уместиться в 10 минут. А вы меня ставите вот это, что надо мне за несколько секунд. Ведь это невозможно. Народы, проживающие на территории России. Это связано с А. То, что на территории России… Я извиняюсь, мне приходится обращаться к новой физике. На территории России плотность космического эфира выше. Есть схема Ациковского, где он говорит «плотность космического эфира на Земле». Вот там, где плотность космического эфира низкая, там идут теракты. Ну, там совсем худо людям. Там, где плотность эфира более высокая, там больше соображают люди. Выше энергетика и прочее прочее. Поэтому мы живем в более плотных условиях космического эфира. Вторая причина – это наши недра. Дело в том, что та энергия, которая связана со скоростью вращения Земли – это эфирная энергия. И когда она идет через наши недра, через кристаллы… Кристаллы – это то, что переводят сильные космические энергии… Вихри космические эфиры… Они переводят маленькие вихри эфира. То есть кристаллы обладают такими способностями. Это уже доказано… Это Нобелевские лариаты уже к этому присоединились. Это доказано рецензируемых журналов. Да! Это та! И даже в ДНК… Вот ДНК идет… Это кончики ДНК – весь кристаллик. У нас эпифис, он напихан кристалликом. А эпифис, он дает энергию и все подсознание наше побораживает. Эти кристаллики, они преобразовывают вихревую энергию эфира в ту энергию, которая влияет на наше подсознание и на нас. Таким образом, как минимум два фактора, но есть другие. Что мы находим в созоне более плотного космического эфира. Второе, что у нас недра, которые этот эфир перерабатывают до уровня, который позволяет потреблять людей. Есть еще третий, четвёртый, пятый, шестой фактор, но еще добавим один. А мы генетически очень разнообразные наши люди в России. У нас генетическое разнообразие в России в три раза выше… Допустим, вот эти данные по югу России. Генетическое разнообразие на юге в России в три раза выше, чем генетическое разнообразие всех народов Европы. Мы разные. Поэтому есть люди, это частичный ответ на ваш вопрос, есть люди, которые активны при росте космической энергии, связанной со скоростью вращения Земли, а есть, которые приспали. Мы очень разные. И мы люди, вот если взять тех, кто хорошо занимался национально-психологическими особенностями, русских, кто знает нас, он всегда говорит, что мы люди контрастов. Мы минимум и максимум всегда идем вот в эти контрасты. А Европа? А Европа – это люди середины. Почему? Да потому что те, кто из середины уходил, им голову срубали, некуда было бежать. А наши бежали в Сибирь, на Дальний Восток, куда угодно. Отсюда, чтобы самосохраниться, люди убегали и объединялись между собой. И мы сохраняли свои генетические разнообразия. А в Европе такого генетического разнообразия нет. Отсюда, когда высокие космические энергии и низкие, у нас есть люди, которые будут активны при иске космической энергии, при высокой. Это частично ответ на ваш вопрос, а что делать? А каждый раз, когда меняются космические энергии, мы должны давать тем людям, которые очень активны при этом, идти наверх. Социальный мир должен быть мудоверным. А у нас что выходит? Инерция. Что? Инерция. Запазного генетического паза. Великая закономерность, которая тоже закрыта. Когда космической энергии не хватает, людям не хватает. Вот у них кристаллики сколько-то не могут эту космическую энергию взять. Они другие. Что происходит? Вместо того, чтобы работать, они начинают болтать, имитировать работу. Кто больше всего болтает, что нужно сделать? Это глобальная волна. О! Кто меньше всего способен что-то реально сделать? Такая зависит. Нет. Количество болтов на глобальной волне среди слушателей зашкаливает. Но я в данном случае говорю о методах, способах экономического развития и движения вперед. Есть люди, которые вкалывают. Которые единочным паше делают свой бизнес. Вот у них, как правило, они в резонансе с космическими энергиями. Как только эти резонансы пропадают, они идут или преподавать, или в критике, или в журналисты, но я ничего плохого не имею, да? Или куда-то, куда-то, чтобы поболтать. И это не есть ситуация нашего времени. Если взять примерно 70 тысяч лет, пока человек разумный двигался в нашу сторону, то постепенно происходило отслоение двух групп людей. Первая группа людей, которые пахали, так называемые предметники. А вторая группа людей, которая, убив мамонта, могла успешно рассказать всем женщинам, окружающим, старейшинам, как он себя хорошо проявил при этом. Кому больше верили женщины? Кто убил мамонта и молчал, пришел весь в соплях, побитый, в крови. Или тот, кто пришел, красиво и красиво рассказывал. Вот по себе, как мужчины. Кому женщины больше верят? Деловому мужику, который двух слов сказать не может, и который на ушко говорит красиво и много. Кому? А? Ну, говорят, что женщины виды тушат. Вот они виноваты за то, что появилось много. Мужиков болтуном. Появились они. А трудяги? А трудяги вот так вот у них, да вот, и никто не хочет замуж за них. А родит вся жизнь. И вот постепенно, на протяжении 70 лет, тысяч лет, люди, которые болтают, ля-ля-ля, так называемые общественные, они называют все более важные позиции в обществе. А надо, чтобы кто? Чтобы предметы. Это те, у кого выше частота и где. Мы можем определить. И вот некоторые организаторы производства говорят, ну-ка, давай определим нам, кто общественный, кто предметы. Вот это же практически. Вычёксывает, у нас это, вычёксывает. Ваше предприятие, там, или так, научно-исследовательская лаборатория, она же вы можете выполнять практические... Мы же постоянно практические, можно к этому прийти, не занимаясь практическими вещами. Конечно, но я к чему говорю, слушатели могут определить себя, практически, пройдя обследование вашей лаборатории. Приходят, хохочут, спасибо говорят, и много руки заламывают. Ну, если честно, мы делали по-дружески, мы делали по-разному, но они сами дают деньги, мне даже стыдно было, и мы иногда и не брали деньги. Ну, всё-таки, если это болтун, то тогда возьмём много. А если это предприятие в практике, который пашет, то мы и бесплатно готовы сделать. А на предприятии, если как руководитель предприятия, фирмы хочет с коллектива? Хочет сделать. У нас есть генеральный директор, который ведёт переговоры, и когда что-то не так обращается, я даже не знаю, есть, и этот самый, какие-то... То есть есть структура, есть импрессаио, всё... Есть структура, есть, кто этим занимается. Я занимаюсь только наукой. Потому что если буду думать о деньгах, это всё, это конец всему. Это некогда будет думать о науке. Надо на берегу сидеть и любоваться камешками, тогда ты напишешь какую-то картину радостную, приятную. А если будешь думать о деньгах, у тебя же головы еще не будет. Ну, давайте к вашей презентации тогда, чтобы держать логическую связь. А, вот так это что уже? Ну, давайте тогда, значит, смотрите, разные... Это вы меня отрываете. Я же подготовил очень кратко и веку, да? А вы меня от этого отрываете. Значит, смотрите, когда растут космические энергии, мы в росте ВВП нагоняем в шаг. Когда заведается скорость сращения Земли. А растут, я сказал, уже начал мыслить, вы меня спровоцировали на уровне космического эфира. Плотность его растет, да, и мы вырываемся вперед. Плотность космического эфира падает, мы проваливаемся. Плотность эфира растет, скорость движения Земли замедляется. Молодец, 5+. Ну, это грубо. Почему? Это в целом правильность, если брать десятилетия. А вот если брать готичный цикл, там другие закономерности. То есть везде есть какие-то контексты. Значит, вот в зависимости от плотности космического эфира, и еще, зависит от того, в какую сторону он закрутится. Или в правой закрутке, или в левой закрутке. Вот для русских очень важна правая закрутка. Так, идем дальше. Смотрим. Цена соотношения золота и нефти. Фундаментальнейший экономический показатель. Он меняется в зависимости от скорости вращения Земли. Ну, можно сказать, что это, ну, что вот, ну, это вот только за десятилетия. А в столетиях как? Да, то же самое, вот, в столетии периода. Скорость вращения Земли, изменение цикла. Ну, можно сказать, а что нам это дает? Нам ведь надо узнать, когда, вот, в какой день надо золото покупить, а в какой откупить. Этому тоже посвящена монография. И есть в точках, которые вы сказали, точка 1 и точка 5, вот эти в точках, да, бифуркации, меняется цена золота. Вот мы взяли, проследили примерно 1,10, а это, например, резко меняло в цене. Все 96-98% цена золота менялась с точкой бифуркации. Очень резко меняло в том, 1-2-3%. А вот цикл длинной волны в Германии, длинной волны во Франции. Это связано со скоростью вращения Земли. Теперь дальше. Это частичный теперь ответ на ваш вопрос, что делать, да? Мы не сможем ответить этот вопрос непонятно, что все страны, люди, животные, растения, микробы, все живое делятся на две группы, на два кластера. Те, которые растут вместе с ростом скорости вращения Земли, и те, которые успешно размножаются и растут вместе с падением скорости вращения Земли. Вот оно как. По-разному. Даже в ВВП. Смотрим. ВВП Китая и США. Один. Они диаметрально противоположны. И кризис вроде бы был 2008 года. Но тут необходимо некоторое смещение. На 4 года. Почему? Экономики. Одна более инертность Китая экономики, чем США. Она менялась медленнее в 90-е годы. Но это только Китай и Соединенные Штаты Америки. Если мы идем в все страны, то мы увидим, что они делятся почти пополам. Одни тем, кто роста выше, когда растет скорость вращения Земли. А другие тем, кто роста выше, когда падает скорость вращения Земли. А в целом нулевая корреляция. Удивительно. Финансовые, фондовые рынки. Но французы более зависят от космических энергий, чем немцы. Немцы более живут динамическими стереотипами. То есть привычками. А вот космические энергии, они связаны с тем, что непосредственно влияют, как мы сказали, через эпифиз. А там вот гормональный аппарат, который у нас гормонами насыщает. И рост и падение космических энергий, это связано в первую очередь с изменением гормонального баланса у людей. Так вот, у французов более непосредственно реагируют на космические энергии. Они более эмоциональны. Более гормональный аппарат работает, только генетические есть предпосылки. А немцы, они вот в порядке. То есть национальность в данном случае, это не выдумка, организационная выдумка правителей, а это непосредственно влияние, будем говорить, электромагнитного построения, связанного с Землей. Электромагнитную энергию, да, электромагнитную энергию. Волновую, скажем. Да, энергия, связанная со скоростью вращения Земли. Пусть физики разбираются, что за энергия. Вот мы им запустили футбол, запутболили, пусть разбирается. А чё, критиковать только могут. И где-то три физика, там пять точек зрения по поводу того, что это за энергия. Около сотни названий её, она существует. Её измеряют. Люди, которые измеряют, их как бы не видят. Их не хотят публикации видеть. Хотя они все эти публикации рецензируют. Представители Академии наук. Но их замалчивают. Их замалчивают. Нет общей концепции, нет ответа, что это энергия. Значит, пусть они отвечают. Когда Советский Союз развалили, бандерлоги-то как раз и остались, да? Бандерлоги-то что? Бандерлоги-то, помните, в Китлинге, где бандерлоги захватывали город. А, поэтому. Они остались наверху, то есть это они захватили, убрали. Я политикой не занимаюсь, только наукой. Я и про наукой не знаю. Но от науки вытекают очень вот такие научные следствия политического плана. Они вытекают, строго вытекают. Ну вот тут мы посмотрели. Вот то, что мы с вами говорили, представители финансовых рынков это знают. Они знают о вихрях, о вихревых структурах, о волновых структурах. И вот здесь они рассчитывают движение фондовых рынков так, как мы говорим, вот по этим точкам. Но как они эти точки знают? Они считают, что вот рост скорости вращения земли, он носит волновой характер. Вот они эти выявили, эти закономерности, и подобным опытом рассчитывают. Вот, допустим... Это статистический тренд? А, не статистический, это черным ящиком это получили. И вот они, допустим, волновой принцип Алиота, они вот рассчитали, вот как движется финансовый рынок. А мы взяли под этот пример реальные данные по скорости вращения земли именно в эти дни. Оно полностью совпадает. То есть, они знают об этом, вот... Финансисты. Финансисты знают, но знают через вот такой вот, как бы, зуб лечит через, понятно через что, да? Вот, обратно. Так, смотрим. Ну, а здесь вообще изменения рынка S&P 500. Взяли на протяжении нескольких лет, посмотрели, как он меняется. И сопоставили со скоростью вращения земли по месяцам и со средней частотой ЛРГ. Полное соответствие. Рынок S&P 500, финансовые рынки меняются в соответствии со скоростью вращения земли. Хотя есть везде свои нюансы. Надо несколько лет. Ну, выявленная связь космических энергий с развитием, с историческим возрастом. Вся история, она привязана со скоростью вращения, с энергиями космическими, связанными со скоростью вращения земли. Но возникает вопрос, а не привираем ли мы, не преувеличиваем ли мы, почти с чем этот вопрос связан. До этого мы говорили, что данные есть с 1650 года о скорости вращения земли. А мы на всю историю распространяем. А дело в том, что когда растет плотность космического эфира, или когда замедляет скорость вращения земли, вот в этот момент резко возрастает количество так называемых галактических лучей. Это, вот я говорил, терминами классической физики. Представители классической физики, да. Галактические лучи ответственны за большую часть образования и затопов на земле. Это современная данная физика. Не солидарности, а как раз этих галактических лучей больше, когда взрываются новые, сверхновые звезды, и когда увеличивается плотность космического эфира. И теперь мы можем взять график изменения изотопов разных кислорода, кремнии и прочее, прочее, и посмотреть беремия, беремия особенно, да, и посмотреть, как это меняется. И оказывается, на тот период, когда у нас есть данные изотопов по скорости вращения земли, это почти одно и то же. Теперь мы берем графики от количества изотопов керна-люда, там, в кольцах деревьях, и можем интерфектировать историю. История считается совсем по-другому. Так, ну и, да, вот у нас, вот тут даже компьютер сказал «хватит», «хватит», сказал. А почему «хватит»? Потому что я хотел сказать очень такое, ну, сложное дать данную для наших физиков, особенно для физиков такой классической науки. Есть бруксенбальская лаборатория в Америке, которая на протяжении четырех лет измеряла, измеряла вот эти вот изотопы, как изменяется распад изотопов, и пришла, что это связано, с чем? Вот это что! Даже изотопы, изотопы, а уже американцы, ну, мы-то это давно знали. И тоже это рецендируемые вот всем издания, это Шноль, это наш ученый, да, не уехал в Америку, не в Израиль, никуда не уехал, нашел. Вот. Вот этот Шноль доказал, что вот гистограммы распада изотопов, они повторяются, зависимо от того, на какой месте в Америке находится Земля. Но мы же американцы до этого дошли. Вот они, вот он, милый график-то. Ну, что они скажут? Вот. Этот график, доказывается, распад кремний изотопов, кремний, зависит от скорости вращения Земли. То есть, это очень фундаментальные дырки. Ну, и вот еще один график посмотрим. Давайте. А это, как температура на Земле, меняется со скоростью вращения Земли. Это наш гидромицентр России. Гидромицентр. Оказывается, температура меняется в строгом соответствии со скоростью вращения Земли, влажных тоже. Идут очень мощные энергии, от которых зависит и распад изотопов, и скорость вращения Земли, и природа с деревьев. А вот теперь смотрите. Гидромицентр. Он посмотрел, как интеллективший следователь, скрупулезно. Он вообще никаких теорий не строит, гипотез не строит. Он строит только графики. И наш гидромицентр тоже отвечает за тем, что мы, вот вы мне вынуждены там что-то сказать про эфир. Мы так работаем по методу отчетного ящика. Только статистика. Вот все говорят, что медицинская помощь там оказывается в соответствии со скоростью вращения Земли, распадается изотопов в соответствии со скоростью вращения Земли, микробы растут в зависимости от космических энергий, природа деревьев в зависимости от космических энергий. Вот оно, на протяжении там более ста лет. Но есть вот еще самое интересное, на этом мы и будем заканчивать. Самое интересное. А самое интересное в том, что мы уже говорили. Все люди, все растения, все микробы делятся на два классика. Все народы. Те, которые лучше развиваются при росте скорости вращения Земли, те, которые лучше развиваются при погибе. Вот она, последний график. Вот видите, как два кластера приводят. По деревьям, да? Что? По деревьям здесь. По деревьям. Это, в частности, ель. Одна и та же ель. Вот одни и те же люди. Но одни возбуждения здесь, а других здесь. Одна и та же ель. Но одна растет лучше при росте скорости Земли, а вторая, при замедлении скорости Земли. Вот это, вот видите как, это совпадает и с изменением температуры на Земле, влажности. Но некоторые за это цепляются. Меняется влажность, лучше растут деревья. А влажность меняется, имеет свой причин. Космические энергии, связанные со скоростью вращения Земли. То есть, можно добавить? Да. Если, так как оно делится вот так вот, а есть определенные моменты. Если перешло, допустим, в увеличение, и одна группа людей, то не вся группа переходит. Есть же возрастные ограничения. Может, это получить такой момент, что часть людей, которые творческие, попадают в позицию, где все хорошо растут. И тогда эти люди обречены. Или наоборот. Вот это переход, и что делать? Это точка, это центральное для дальнейших обсуждений. Вот что будет. Как это происходит? Происходит переход. Мы это сделали вначале на анализе спортсменов. Потому что все спортсмены прошли эту точку. И все делятся точно так же. Все спортсмены, которые у нас участвуют в соревнованиях. Все мировые рекордсмены, мы взяли сотни людей, книга написана там и прочее, сотни людей. То есть вас поддерживают официальную науку? Ну, мы сами официальная наука. А, понятно. Ну, я не бывший маргинал, мы сами официальная. Я член диссертационного совета определенного наукой, занимаюсь, дай бог. У нас занимается, это сделать нам невозможно. У нас занимается несколько научных центров. Ну, два основных. Это научный центр «Берюч». Он находится в Белгородской области. Там есть, ну, это крупный очень холдинг российский. Там девушки есть, и наука есть, и умные люди есть. Вот. Очень умные. Хорошо. Научный центр наш занимается. И у нас есть исследовательские базы. То есть те люди, которые молчком делают, на мой взгляд, очень хорошее, надежное дело. Вот. Все наши ресурсы мы используем в полной мере. Вот. То есть, ну, как официальная наука? Наверное, мы и есть официальная наука. Длительное время я был членом ВАКа, и там, то есть, знаю состояние официальной науки. А сейчас у нас есть денежки для того, чтобы не зависеть ни от кого. А вот это все финансировать. Ну, мы уже не только финансируем, но и сами. Как бы себя зарабатываем, и зарабатываем нормально. А начали шло финансирование из тех средств, которых заработал я, занимаясь бизнесом. Вернулась к спортсменам. А, спортсмены, ну, это ж вообще. Там все наглядно видно. Там видно так же наглядно, как вот распад кремния, или как вот шмоль, да, вот. Выявил зависимость нашего распада, зависимость от скорости вращения земли. Куда меня вернули? Спортсмены в достижении. Спортсмены, да? Ну, это ж, это ж тут, тут же все ясно. Открываем Викперию. Все мировые рекорды. Все непобитые мировые рекорды. Все рекорды исторические, которые, может быть, уже никто никогда не побил. Как вы думаете, в какие годы они были совершены? Изменение вращения земли. Так, в точке бифургации. Вот где максимум приросту деревьев. Где максимум замедления скорости вращения земли. Там наши, как, доволули до сих пор, в 90-е. 91-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й годы. До сих пор столько поднять не могут. И даже для того, чтобы как-то вот... Ну, вот... И допинг не помогает. Да, не помогает. Гравитация была другая. Космос подыгрывал. Космос подыгрывал, гравитация была меньше. А допинг-то чего же допинг? Допинг мы искусственно выживаем. А что такое вот эти энергии? Это же мы говорили. Действует через вот эти вот кристаллики эпифиза. И он дает гормоны. Это гормоны, которые вырабатывает организм. Вот резкое изменение космической энергии, связанной со скоростью вращения земли, она меняет гормональную механизм у людей. И они поднимают тяжести. Да так, что вот до сих пор произойти не мог. Я еще не ответил, из чего. Вот отвечу еще. Так они все раскладываются. Вот мы взяли вот эту вот скорость и все рассчитали. Это огромнейший труд, статистический труд. Надо же все материалы взять из этих лабораторий космических, которые там с 63-го года каждый день средние данные за месяц, за неделю, там как меняется среднее за год, за месяц, с точки дефоркации. Это огромнейший труд, это многолетний труд. Повторяю, это несколько научных центров. И особенно хотелось сказать спасибо Эфко. Белгород, Кустов, весь такой Валерий Николаевич. Это думает, молча думает. Почему думает молча? Да понимает, понимает, что пока вот, это же вы меня разговорили. Я же это тоже так. Вот, это садо. Так, так вот, эти спортсмены, они точно ложатся вот в скорость вращения Земли и точки дефоркации. Все важнейшие рекорды или в точке 1, или в точке 5 скорость вращения Земли. Ну, примерно 70%. А Россия вообще здесь, и Китай, кстати говоря, тоже находится, зависит очень сильно от космических, Индия, Китай, скандинавские страны. Вот, там тяжелая, легкая атлетика, мы вообще всех, по тяжелой атлетике вообще всех выжили. Только Россия, Китай, еще несколько стран, Турция находится на этой полосе. Вот, и поднимаем много, и поднимаем чаще, лучше, точкой бифуркации, изменения скорости вращения Земли. То есть, это прямо, ну, статистика, которая, ну, трудно отвергнуть, невозможно отвергнуть. Кольца деревья, да, ну, кто-то посчитал, да не так посчитал. А тут же все, пожалуйста, когда родился, тоже это многое зависит, в какой точке вращения Земли. Как он подошел в спортивную, в спортивную карьеру. Когда родился, да. Это касается, мы, вот, когда родился, когда поднял вес, когда повторил вес, нашли эти все точки. Везде совпадения идут. И не только здесь совпадения. Террористы, все известные террористы, есть книги о террористах. Все это не знают. Как Ленина изучили некоторых известных террористов. Это слово. То есть, досконально, каждый день, по минутам. Смотрим, все, вот, теракты совершались в точках бифуркации. Так что, то, что мы говорим, это не есть наука, это есть практика. Есть великая практика. Ну, а если какая-то официальная наука, ну, конечно, пузыряться, что делаем, помимо их, просто пузыряться. Ну, мне кажется, умных, толковых ученых мы в своем пути встречаем чаще. Других, мы просто не встречаем. С кем мы общаемся, они все это признают. Ну, а нам зачем признание? У нас признание особенное. Нам надо, чтобы практики шли. А тут у нас все нормально. Понятно. Так что, вам спасибо. А в заключение хотел бы спросить и порекомендовать работы ваши. Их очень много, очень много в работе. Да и не надо, Альфий, не надо. Мы одну нажалем. Когда много, это надо вводить в сайт. Вот одну. Но это касается России. Называется психокосмическая энергия и Россия. Вот это. А ее можно совершенно бесплатно скачать у нас на сайте. Вот это касается будущего наших детей, наших внуков. Что и как нужно делать, понимая, что мы очень зависим от космических энергий. Зависим настолько, что если мы не будем попадать в резонанс с ними, все, нам хана. А если мы будем попадать в резонанс с космическими энергиями, мы резко пойдем, мы будем всех. Но здесь есть вот такая вот деталь. Есть элита и основная масса народа. Основная масса нашего народа, она когда растут космические энергии, вот заменяются большими землями, а мы сворачиваем, там горы сворачиваем. Мы можем многое сделать. Мы живок в развитии. Это все так. Это живок в развитии. Но когда элита наверху, то выходит, вот видите, вот два типа дерева. Одни растут хорошо, другие плохо. Вот кто плохо растут, становится элита. Вот если это такое соотношение, он не в гармонии с космическими энергиями. Он в гармонии сильной дилы всего. Он в гармонии с идеей обогащения. Он в гармонии с капиталом. Он в гармонии с обогащением. Вот это. Все. Энергии ведут наше время. А вот мы как будем падать. А вот когда элита у нас в гармонии с космическими энергиями, и народ, тот чат народа, который способен взять на себя ответственность и развиваться более высоким темпом, вкалывать. Не говорите, вкалывать. Вот если так, то мы будем развиваться. И развиваться успешнейшим образом. При условии, что каждый раз при изменении космических энергий у нас наверх пойдут и в элиту, и в руководительных местах те люди, которые в резонансе с данным типом космической энергии. У нас есть люди. И такие, и такие. Мы рады. Это дает нам огромные преимущества. Ну что ж, спасибо за интересную беседу. Очень приятно было встретиться. Давай узнаем. Давай еще несколько вопросов, пользуясь случаем. Вопросов я бы задал. Например, мы опустили момент, что раз мы говорим о взаимодействии Земли и окружающего космического пространства, то, что мы назвали космической энергией, то здесь очень интересный момент. Возникает, а как происходит это влияние на Землю? окружающих планет, они живут вокруг, движутся, циклы Солнца, очень много, галактические. Это отдельный вопрос. Мы просто можем отдельно посвятить передачу этому вопросу. Этому посвящены две книги. Но я бы на эту тему не хотел говорить. Почему? Это епархия физиков. Пусть они на эти вопросы отвечают. Но по методу черного ящика мы имеем козыри. Почему это? При определенном расположении планет структура энцефалограммы у большинства людей меняется. И строго определенным образом. Уран, Луна, Земля, вот она энцефалограмма. Там влияние Липитера, Челину, Луна, Землю. Вот энцефалограмма. Вот энцефалограмма. Почему? Пусть он не ответит. Что за энергия идет? Это по методу черного ящика. И еще. Есть история. Когда мы берем историю, то на пиках изменения космических энергий мы получаем удивительные, аналогичные исторические явления. Повторяем исторические явления. Вот допустим. Иван Грозный. Резкое изменение скорости вращения Земли. Вот этих вот. Иван Грозный. Почему? Да это он демократ, там собирает бояр, советуется с ним, думал о него, потом раз, и завертел голову. Да потому что люди вначале были в одном состоянии, а потом приходят в другое состояние. Именно в это время подобные казни, подобные вот по всей Европе. По всей Европе. По всей Европе. В Европе даже больше и больше. Совсем недавно прочитал, что 80 тысяч ванн, и вот запоминяно за тот же срок было убито, а Иван Грозный 3 тысячи. Там бояры. Прошлось без насилия. Берем Сталина. Сталин дважды говорил о обострении классовой борьбы. Это 27-28 год, точно 28-й год, да, и 37-й год. И оба раза замедление скорости вращения Земли. Рецкое, вот по этим схемам я посмотри. И оба раза на эти годы падало максимально вот лиц, которые вот были депрессированы. То есть, вот есть определенные закономерности, которые связаны со скоростью вращения Земли. Вся история. Таким образом, мы имеем два черных ящика. Здесь еще и другие. Я просто рассказала. Это что наши энцефалограммы, результаты психологических тестирований меняются, зависит от того, как меняется космос. Планета, расположение планеты. Это тысячи людей. Вот это статистически достоверно. И мы можем даже сказать, правы или не правы, те или иные, вот кто-то занимается вот это вот астрологией. Но мы так не можем говорить. Мы просто говорим, как меняются точки возбуждения в коре головного мозга. И как меняется соотношение коры и подкорки. Как Сатурн. Но Сатурн чаще, когда он действует через кольца. Сатурн, Луна, Земля. Все, бесимся. Истиняк. Но тогда у вас должны быть тестовые люди, по которым вы можете определять, как по листьям, по 5 с плюсом. Смотрите-ка, от всех людей, которых мы изучили, мы их изучали не только энцефалограммы, братья, мы их изучили тестовые методики, есть методики ММП, 500 вопросов, есть тестовые методики, там, Антхау, этот, час заполняет. Есть масса других методик. Есть методики так называемой кнопкой Смирнова, он сидит там понятие, вырисовывается, наживает, не зависит от того, где делает ошибки, на каком понятии, установку бессознательно снимает. Есть методика семантического дифференциала, где каждое нажатие кнопки в миллисекундах у нас фиксируется, и мы видим, какие ценности у человека есть на уровне выборов, на уровне цветов, на уровне времени вот это вот пальчиком нажат. Это я говорю, ничего уже обойти сознанием не может, работа с подсознанием, да? Вот все это сопоставлено и сделана такая вот цепочка цифр. Ну, допустим, энцефалограмма самая такая скромная, это миллион умноженное на количество этих колонок, это несколько миллионов цифр, обрабатывает, обработка одной энцефалограммы у нас идет сколько часов? Часа полтора-два. Часа полтора-два идет. Почему так? энцефалограмма? Да, вот что мы говорили. То есть у нас энцефалограмма совмещена не только с небом, они совмещены с результатами выполнения разных тестов. Теперь мы берем энцефалограмму совершенно нового человека. Она считает, берет вот эти вот разные, по методам можно дополнить, математические, что за методы, они работают, как раз есть закон нормального распределения, есть края, которые отбрасывают. А как раз то, что отбрасывают, там огромной информации кроется, когда мы работаем с энцефалограммом. И вот работая с этими краями и центром работы, мы даем определенный прогноз. И мы получаем, что для человека. Это идет на практику. Вот этим мы занимались лет 10-15 лет, с 2002 года. Так что мы правы. Имея вот этот банк данных, мы берем теперь любого человека, накладываем на этот банк данных, и мы получаем что за человек, что за модель. Вот может он, ну вот интереснейший для нас интереснейший факт, ну вот лобное дело головного мозга, он отвечает за социальную регуляцию. И вот некоторые директора школ приводили к нам, просили, вот узнайте, что это вот, что-то не так у нее идет. А у нее очень высокая частота директора, директора школы, высокая частота энцелуфолограме вот в лобных отделах. А у среднего человека, у типичного человека, высокая частота затылочных отделов постепенно нападает и в лобных не очень. лобные отделы отвечают за социальную регуляцию, за много что отвечают. Ну и за эскурс. Да, ну и за социальную регуляцию. И вот у людей, у которого высокая частота лобная, она как-то была блестящей учительницей, блестящей, там вот в детском саду работала, все блестяще, выполняет все, но она живет законами, она живет тем, что должно быть, а большая часть людей живет эмоциями. Вот они выходят за рамки должного, и она, когда подставив ее директором школы, она начинает жить разум, жить другими частотами головного мозга, чем живут все другие люди. Наступает, начинает делать замечания, вот тут не согласны, тут не согласны, выходит из себя психику, психика становится нервной, неустойчивой такой. Да, в зависимости от того, какие участки головного мозга более развиты, у нас уже есть данные, как это проявляется у разных профессионалов. А в другом случае, развитый, значит, тут, смотрите, в одном виде деятельности она будет блестящей, она законы соблюдает, нормы, она правильный человек. А вот в эмпатичном взаимодействии она, нет, она продуцирует микроконфликты. Как что-то кто-то неправильно делает, она или внутренне переживает, или делает замечания. Конфликты постоянно. Такие ситуации есть. А в другом случае, развитые участки угодных отделов и программистов, допустим, блестящий программист, или кинестетик, блестящий кинестетик. То есть, все эти данные надо соотносить с типом профессии, с биографией человека. Тогда мы из энцефалограммы вызываем многое. То есть, биография и энцефалограмма. Плюс другие детства. Скажите, с помощью электроэнцефалограммы можно сделать при таком огромном материале, который вы накопили, ребенка, который уже вступил в определенный период развития, нас часто обращают обращают к этим. Это не только можно, а нужно делать. Вот у нас приводили людей, мальчик, который не может найти взаимоотношения со сверстниками. В свое время он его как-то не дали общаться с дворовыми ребятами. Он стал таким быстро вырос. Частота высокая в затылочном отделе. А те отделы головного мозга, которые связаны с общением со сверстниками, достаточно неразвиты. И он может общаться со взрослыми людьми, не может общаться со сверстниками. Пропустили. Они в математическую школу, вот и последнее. Набравили его в математическую школу, он там занимается математикой, IQ высокая, частота высокая, общаться не может. То есть мы моментально видим все участки головного мозга, которые стали недоразвитыми в силу того, что сензитивный период, когда формируются данные участки головного мозга в процессе общения у ребенка, они были не были разные. То есть эффект Маугли сработал, в какой-то степени, в каком заувалированном виде сработал. И таких примеров очень много. Это не только можно, это нужно. Но подобные вещи, видны еще в биографии. То есть биографический метод, он очень эффективен, если его правильно применять. Ну это как след, проявление. То есть сопоставление того и другого уже говорит, что вот это директор школы, другой быть не может, ее надо переводить куда-то. структура энцефалографа, работа головного мозга другая, чем у других. А когда вопрос возникает, а как например, сейчас государство старается наоборот, отбросить от себя функцию управления экономикой, сами занимаетесь, сами распределяясь, мы конечно поможем, где-то там социальная служба занимается переквалификацией, работа с безработными, где-то какие-то у нас проекты еще но государство старается отброситься от этого. Занимайтесь сами, развивайтесь сами. А сами начинают развиваться таким образом, как только видят, что человек мешает или какой-то конфликт или что-то туда-сюда. Если раньше на фонте были общественные разбирательства, собрали, взятие на поруки, там еще сейчас просто отрезают, выбрасывают и огромная масса людей таких, которыми может быть нужно... Это ответ на ваш вопрос что делать. Это прямой ответ. То есть делать надо и на масштабе государства, на масштабе отдельных предприятий. Есть, во-первых, то, что от государства часть функций переходит вниз, берут отдельные личности, участники, в данный момент, только в данный момент, за государством будущее. Если умные люди во главе государства, это будущее, наше будущее, это мы русские такие, что хотим объединения правды, справедливости, общего, все это так. но в данном случае, когда мы передаем государство частники, там есть надежда, что победят, что вперед выйдут те предприятия, где сложились правильные отношения, где опора делается на тех, кто пашет, а не тех, кто говорит. такая надежда есть. Наряду с этим очень много предприятий, где происходит то, что говорит тебе. Выживают трудяки, выживают те, кто не может постоять за себя в системе мышечных отношений, выживают те, кто не рядом с начальником, кто не подает ему вовремя кофе, чай, стул, кто ему не улыбается, кто не помогает, кто не знает, как дышат его дети, внуки, вот этого. Да, этих людей постепенно выдавливают. Это так. Затем этот человек начинает чесать голову и говорит, что нам делать. И мы с такими фактами встречаемся очень часто. Таких предприятий много. И нередко приходят, говорят, пообследуйте, посмотрим, кого он уволил уже задним числом, он уволил тех, на кого надо было опираться. А эти люди как раз, на кого надо опираться, эти люди поперем горло, как кость поперем горло, у тех людей, которые подносят чай и кофе. То есть, это типичное явление. Но через раздорение, только через раздорение. Но здесь есть большой подводный камень. Вот те люди, которые подносят чай, я образно говорю, которые немножко так угодливы, они, как правило, имеют хорошее отношение. И то предприятие, которое увольняет творческих людей, надежных людей, оно пытается в силу стиля своего мышления, в силу своей природы, получить от государства какие-то льготы. Вот это тоже, что нам нужно делать. То есть, выбивают себе, ну и проценты за кредиты выбивают, и государственную помощь выбивают, и особые условия выбивают, и надбоговые льготы выбивают. Все, вы у нас сутяги такие. Да. И вот этот тип людей у нас побеждает, этот тип предприятия. Это очень страшно. Очень страшно. Я это говорю не путем эмоций, да, а ссылаюсь на последние исследования Кудринов он это публиковал. Там масса предприятий обследовали, масса экономических методов, а потом приходит к выводу в конце, что оказывается все из-за блата вот все это цепится. Весь рынок наш на бумаге цепится из-за блата. Потому что своим надо вот, ну как своим помочь? Не вам как надо помочь. А остальные по закону. Вот эти остальные раздаряются. Среди этих остальных чаще всего и те, которые трудяги. Это огромная проблема. Огромная проблема. Ну и тут необходимо оголок. Что необходимо? Вот опять что делаем? Понимая эти зависимости, что мы делаем? все средства, которые есть в государстве в колочево и говорим. Распределять их надо не через комиссии. В комиссии сидят люди, которым улыбаются, чай подносят, делают свои, на рыбалку ездят. Вот все, Кудрик написал. Вот. Там все свои. А что делать? Надо все предприятия аранжировать по степени доходности. Экспорт продукции, которые относятся к новому шестому технологическому укладу. Сколько налогов заплатил? Вот все ра-ранжировали. Вот там наверху кто стоит? Ох! Занимается новым технологическим укладом, дает такую огромную прибыль государству, да? Вот делает вот вместо железа балки делают вот из из 9, да? Вот такие вот у нас есть такое предприятие. Ребята, так надо бежать, не покланяться. Возьмите, пожалуйста, денежки. Просто возьмите. А у нас что выходит? И тут же производство, тут же будет прибыль, тут же будет экспорт, тут же будет ответить о шестом технологическом укладе. А у нас что? Вот совсем недавно мы слышали, что для того, чтобы утвердить какой-то бизнес-план, крупный наш банк, для него требуется два года времени, чтобы понять, как этот план финансовый вот, вот, подходит или не подходит. И через два года дают денежки. Да при нынешней динамике рынка, это все, это конец, это уже все, он не работает, это гиши в рынке граждане. Что вы делаете? Они не знают, кому давать эти денежки. Как кому? Вот у кого есть реальный успех? Кто на деле? Он, этих людей, которые на деле вот ведут нашу страну вперед, их нет ни на одном совещании, которое проводят великие люди. Нет, им некогда. Им некогда. Вот, они занимают вот именно от этого деньги, то есть вверх аранжировали все предприятия. Вот вам, ребятушки, бесплатно, давайте, давайте. А они дают кому? Комиссии дают кому? Смотрите, я проводил анализ, работал с предприятием, который проводил ревизию всех инновационных проектов, которые в Москве были. В Москве так. За три года было это расходом 13 миллиардов рублей. Так. 13 миллиардов рублей. Так. Из них ни один контракт не подлежал сертификации на предмет изобретения или какой-то инновационной модели, какой-то поле. Понимаете, 13 миллиардов было растрачено пустую. Хотя, знаете, некоторые говорят, что может быть это и хорошо. Ну да, кому хорошо? Кому-то очень хорошо. Кому-то очень хорошо. Так и надо продолжать. что они будут делать, если будут давать деньги только тем, кто делает дело? Куда болтуны пойдут? А их сейчас копано. Им деваться некуда. Они будут защищать те технологии развития нашей экономии, которые выгодны им. Которые оправдывают их существование. А это точно не могут быть прогрессивные технологии, технологии шестого уклада? Это только технологии в карман, в карман технологии. Они же думают об одном. Тут одна доминанта может быть. То есть это или бог, или бог. В глазах это сам кассовый счетчик. А вы видите, каким образом можно использовать космические циклы, что надо сделать, чтобы те, кто принимает решение. Интереснейший вопрос. Вот что делать надо? Китайцы знают. Вот если мы сейчас еще вот там, тут у меня сотни графиков. Вот один без графиков показывает. Вот экономические циклы. То есть даже не циклы, а вот изменения космических энергий, резкое изменение космических энергий. Вот в этих точках и проводятся все инновации изменения смены руководства. И каждый новый этап в развитии Китая, он до года совпадает с точками изменения космических энергий. до года и люди меняются, и людей надо менять. Помните, вот мы говорили, одни спортсмены, одни лучше поднимают в точке один тяжесть, а другие в точке где-то. А что вы сейчас видите, какая динамика 2017 и вперед какие? Вот мы специально смотрели, начиная с 2000 года, точнее, 2000, это перелом, примерно с 2003 года идет замедление скорости вращения Земли. И до какого года? Энергия, а мы понятия не имеем. У нас замедление скорости вращения Земли мы знаем через двое суток после того, как прошли предыдущие сутки. Эти данные появляются на сайте лаборатории, которая изменяет скорость вращения Земли. Вот начиная с 2003 года, но она то вверх, то вниз вот так вот скачет, если посмотреть это еженедельно, ежедневно, вот так вот скачет, но в целом среднем идет замедление скорости вращения Земли. Эти энергии очень благодатны для русского народа. И всегда когда шло замедление скорости вращения Земли, мы шли вперед. Но вы прям по словам Андрея Петровича Девятого нам рассказали о воле неба. Ну Девятов, Андрей Петрович Девятов, да. То, что он говорил о циклах и то, что он вот приводит, я даже в этом он да, он говорит именно об этом. Он был у вас. Поймать Каэрос. Ну да, вот это вот поднять эти точки деферкации. Но это он говорит на основе данных китайских книгоперемен. Я немножечко тут тоже у нас есть книга про развитие Китая в соответствии с циклами космических энергий. Там здорово они ловят вот эти точки бифуркации 1 и 5. Когда точка бифуркации 1, вот когда идет замедление скорости вращения Земли, вперед выходят учения Конфуция. Когда ускорение противоположное учение. И там примерно каждые династии вот так вот. То Конфуцию приходит, то уходит, то приходит, то уходит. А почему? Конфуция это смысл. Мы говорили, что есть тип людей, которые живут вот этим. И вот для смысла, для высоких смыслов надо дать соответствующее учение. Нет этого учения. Эти люди вперед не пойдут. Но никак. Они просто живут смыслом. И у нас есть участки головного мозга, которые отвечают за то, что люди живут этими смыслами. Им давали эти смыслы. Не дать смысла просто так. У нас какой смысл? Ну, допустим, рынок. Ну, это что? метод или цель. Это смысл нашей жизни. Наверное, это метод достижения чего-то. А коль мы взяли этот рынок, да, и говорим, что ох, рынок, 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 а каждый использует для всех, по-разному. Он становится самоцелью, рынок. Прибыль становится самоцелью, обогащение становится самоцелью. И это хорошо вот для этих людей. А приходит время вот этих людей. Космические энергии идут вот этих людей. А им мы что даем? А им надо давать смысл. А смыслы такие есть. Смыслы это связаны с справедливостью, с правдой, с тем, что прожили наши предки. вот. Вот это вот да, вот это тоже написано на сквере. Вот что эти смыслы это связано с теми принципами жизни, которые когда-то были на Руси. Это общежитие, правда, открытость, справедливость. Если мы это дадим, доверие, доверие, а одно противоречит другому. И у нас сложилось как бы две морали, две концепции развития страны. Одна узаконенная, это законы, по которым да, собственность, прибыль, вот это священное все. И все это защищает законы. И вторая, которая в душе. Все думают, ну вот, мы живем ради чего? Это ж надоест там считать деньги. Мы живем ради дружбы, ради общения, ради счастья, ради детей, ради будущего. Мы живем вот так вот в душе, ради будущего. А производственные отношения, экономические отношения рождают ежеминутно, вот, кто друг у друга вырвет вот эту прибыль. То есть у нас есть противоречие. Это противоречие реальное, оно очень губительное для России, для русского народа. Но оно неизбежно в дальнейшем. Почему? Потому что у нас два типа людей. Есть рационально-достиженческая тип личности, 10%, но по его законам, по его смыслам жила большая часть людей. Сейчас мы стали трезвее смотреть. Есть эмпатичный тип личности, для которых вот добрые глаза, отношения, они значительно важны, это прибыль. Два типа людей. Поэтому при дальнейшем развитии мы от многоукладной экономики, если мы хотим спокойствия, не хотим гражданской войны, хотим, чтобы было от двух укладов экономики нам уйти. И раньше на Руси, даже в Руси, все, что я говорю, это было в русской сказке, описано. Есть Иванушка-дурачок, он живет своими смыслами, и есть два его брата, которые живут прибылью. И вот одни должны жить прибылью, а другие должны быть смыслом. И в зависимости от космических энергий количество людей, которые живут прибылью и с высокими смыслами жизни будет меняться. И постепенно, не надо принуждать это, постепенно, количество людей, которые живут смыслами, будет становиться больше, больше и больше. И когда мы говорим, даем возможность свободно развиваться через конкуренцию малым предприятиям, это правильно. Такое дело, что конкуренции реально нет, рынка реального нет. Много проблем. Поэтому многоукладность экономики может быть. Каждый уклад будет увеличиваться в зависимости того, какая космическая энергия идет. Много космической энергии, которая рождает тип 1, частная собственность увеличивается. Много космической энергии, которая рождает тип 5, которая здесь активна, должна увеличиться народiamente собственность. И пусть там будет меньше прибыль, но более теплые доверительные отношения. И сама жизнь выведет на то общество, которое будет соответствовать нашему психотипу, нашему архетипу. Вот у меня два вопроса еще. Вы, как человек, который занимается энцефалограммой, изучаете мозг. Что есть в мозг? Память. Находится в полевых структурах или она заключена в сервисе? Как вы считаете? Вы меня провоцируете постоянно. Я пытаюсь остаться на академических позициях. Академическая наука не может объяснить многие реальные факты. Поэтому объяснение идет уже заранее. Ну, Козырев, Бехтерева. Приближались к этому пониманию, что человеческий мозг. Мы вам подали эту книгу на этот счет. Для зрителей. Я задаю вопрос. А, для зрителей? Ну, конечно. Я же это на академии задаю вопрос. Еще раз формулируйте. Я читал, что в работах Козырева и Бехтерева высказывают, что наши мозги это как бы прообраз телевизионного как радио. У меня есть внутренняя гипотеза, которая уже сложилась, о которой можно говорить много часов. Суть ее заключается. Что, вот когда идут синапсы, гендриты, вот эти вот все, и перепайка перестраивается, да, это вот, это структуры, которые начинают приходить в резонанс с неэлектромагнитной космической энергией, которые связаны со скоростью вращения Земли. Это вот первый тезис. Второй тезис. У нас есть такой Савельев, два Савельева. Один молодой, очень физиолог одного сибирского института, второй, вы знаете, Савельев, который всем известен. Вот я говорю о молодом Савельеве, да. Он приводит данные о том, что когда проходит по синапсу импульс, вот знаете, калиево-натриевый насос, вот калий идет внутрь клеточки, да, гендрита идет, да, внутрь. И ввиду того, что вот эти вот отверстия находятся на разном расстоянии от центра, то они приходят, ионы в разное время. А как пришли в разное время, идет закрутка. То есть, по сути дела, у нас по нашим нервным клеткам, по всем информации идет в форме витрия. Это уже так, это первый тезис. Еще один тезис, второй тезис, да. Это американцы пришли уже, и наши русские, вот тут же Савельев приводит, что наш головой мозг передает информацию вот из того места, где эпифис, эпифис, глубинный структур головного мозга, да, он передает в виде объемной информации. Это тоже вихрь. То есть, вихревые структуры пронизывают наш головной мозг, и без них объяснить его работу только вот на передаче вот этого элитического заряда через синапсы, да, просто невозможно. Там сопротивление такое, что никакой мощности не хватит, да. Это все равно, что, вот, когда электрический сигнал пустить, это американцы приводили, такой вот образ, по медному проводу пустить, по толстому медному проводу до Сатурна. Вот сколько надо пройти, какое сопротивление преодолеть, чтобы вот эти сигналы прошли, вот эти все синапсы, которые в голове человеческого мозга. Это огромная энергия. Ну, так не может мозг работать только, да, вот, он работает так, но это часть работы. А вот большая часть работы, это работы ВИФИ. А вот что касается ВИФИ, ВИФИ между собой взаимодействует. Опять опыты американцев. Вот берут компьютер, сидит человек, на нем энцефалограмма, да, связь компьютера. В другом месте есть импульсы, которые идут и воспринимает этот человек. Эти импульсы, ну, вот, идут определенные импульсы. И мозг человека эти импульсы фиксирует. То есть существует какой-то канал передачи информации, который, ну, который, объясните, современно наука не может. Что он существует? Факты, вот факты. Вот есть журнал, опубликован, это факты. А почему это? Не может. Вот мы сами, это было ВИФКО, вот опять среди блестящих ученых, практиков. И вот там были, мы пробовали различные антенны. Ну, в данном случае я помогал, только помогал, да, там, свои специалисты. Антенны, которые могут передавать вот эти импульсы, энергии, о которых мы говорили, да, типы различной энергии. И вот берем укол, эту антенну соединяем с человеком, второй человек сидит, да, делаем укол этому человеку. А на компьютере, вот укол этому человеку, а на компьютере в это же время, ну, датчики мы сняли, там, с пальцев подвели компьютер, у человека, который рядом, такая же реакция. То есть, одного человека укололи, а я цел другого. Таких опытов много, но это то, что я говорю, что проводили мы сами, я лично проводил. То есть, идет передача информации, это назватели там, какая это идет передача информации, боль одного человека передается другому. Значит, опять, какие-то способы передачи информации, в которые участвует наш мозг. Что это за информация? Мы объяснить этого не можем. И вот еще одно, это уже третий довод, я думаю, да, или четвертый, я говорю. Еще, вот тут вот есть график, но в целом, да, у нас вот исследуют многие параметры. Вот один из параметров, это вот страхи, чего вы боитесь? Там есть боимся землетрясения. И вот за многие годы, вот идет график, боимся землетрясения и все. Мы взяли эти графики, сопоставили. Сопоставили, ну, естественно, с чем? Со скоростью вращения земли. Нет, вначале сопоставили с реальными землетрясениями. Ну, где это такое сказать, что снять есть, нет. А потом со скоростью вращения земли. Ну, идеальное совпадение. Вы понимаете, идеальное совпадение. То есть, когда замедляется вращение земли, много энергии, да, космического эфира, то чаще происходят землетрясения. И вот у нас сложился какой-то генетический механизм, который мы сами, что мы это чувствуем. И мы реагируем не на землетрясения, не на движение плит. Мы реагируем на энергию, которая связана со скоростью вращения земли. Значит, идут вот с этой энергией связаны мощные информационные потоки, которые мы бессознательно чувствуем. Животные убегают, когда землетрясение, да? А дельные люди убегают, когда землетрясение. А кто эти энергии больше чувствует, лучше чувствует? Опять возвращаемся к русским сказкам. Кто вот эту живую и мертвую воду хранил? Вспоминаете, помните? Живая и мертвая вода. Это или женщина там, царевна прекрасная, или змей, или какое-то животное, или старик. Так вот, и у стариков, и у животных более развиты вот эти вот отделы головного мозга, чем у женщин и у стариков, да? Более развиты. И женщины, и старики лучше чувствуют энергию, которая связана со скоростью вращения земли. Это причина того, почему старики были во главе племени. Они во главе племени, потому что они эту энергию чувствуют. Чувствуют, все. Интуиция, хорошую интуицию, можно сказать. Да, вот будет земля, мы все, и уходим. Или старики в вожде племени, да, во главе племени. Они чувствуют, что надо вот с пастищу ходить. Почему? Они чувствуют, ну это чувствуют энергию, связанную со скоростью вращения земли. А мы только что видели график, да, гидрометцентра СССР, это гидрометцентр СССР, что наша влажность и температура зависят от скорости вращения земли. Они это чувствуют, давайте уходим. И все, им верили, им доверяли, и они становились во главе племени. Так и сейчас лучшие руководители, это не тот, кто закончил ММБА, а те, кто лучше чувствует энергию, связанную со скоростью вращения земли. А это та энергия, вот я отвечаю на ваш вопрос, которая передается от людей к людям. Она очень информационно насыщена. Вот, таким образом, несколькими примерами я показал, что через эту энергию идет передача информации. Люди, которые хорошо чувствуют эту энергию, у них более развитая вот эта высокая частота в правых затылочных отделах головного мозга и в центральных отделах. И они, как правило, не говорят это, но верят в высшие силы, считая, что они вот считывают информацию, которая к ним идет. Они это не говорят. Более того, больше говорят, что вот и молятся, и ходят, и прочее. Те люди, которые, ну, занимаются это как привычкой, да, вот, как вот порой, как, даже вот, как-то вот с внешним эффектом, вот, пошел, вот так вот. А вот те, которые реально эту энергию чувствуют, они молчат. Но это причина, почему во всех племенах, почти во всех, исключения нет. Всегда была вера Бога. Потому что те, которые во главе племени это чувствуют, это понимают, они это транслируют вниз, и там выстраивается определенная социально-психологическая или социально-резонансная структура общества. Что такое социально-резонансная структура общества? Это наверху стоят те люди, которые чувствуют вот эти энергии и с ними работают. Мы имеем массу факторов, которые показывают, что связь там матери, отца, вот это вот. Это через эту энергию мы передаем информацию. Я второй раз возвращаюсь к личности Халманского Александра Федоровича. Вот он доказал на уровне квантовой физики. Это Ваковский, вот доктор наук, это вот очень сильная личность, да, на уровне квантовой физики доказал, что у нас мозг может взаимодействовать с доатомными структурами Вселенной. А доатомные структуры, это и есть космическая энергия, которая связана вот с этим. И тогда логическое продолжение, что есть человек, мужчина-женщина ходили, микроэлементы в себя потребляли, выработали каждый по клеточке, произошло объединение клеточек, ребеночек родился, личность откуда взялась? Ну, это даже, значит, вот до этого я говорил, одна статистика. Откуда приходят и куда уходят? Ответом на этот вопрос, ответом на этот вопрос, я могу для объемных типов перечеркнуть все, что сказал. И до этого мы говорили. Только на основе статистики, только на основе фактов, да, только на основе того, что вы пощупали руками. Только на основе этого. А вы тут меня пытаетесь сейчас, я как раз отношусь к тем типам людей, которые это держат про себя и об этом не говорят. Но! Но! Это сложнейший вопрос. Это на несколько часов. На несколько часов. Вот смотрите, если есть доатомные структуры, да, если через эти, да, эти вихревые энергии, это информация и энергия. Опираюсь на данные целого ряда ученых, которые работают на уровне квантовой физики. Вакарские ученые. Да? Сколько уже? Много прошло, да? Все, тогда вот это вот. Посмотрите, определенная энергия информации у нас идет через эпифис. Да? Через эпифис идет. Это определенные вихри, система вихри. Это определенные энергии, которые качаются отсюда сюда, отсюда сюда, вихревые в кругу. Вот, качаются. Но если это так, то если изменяется субтрат, уходит субтрат, на который вот эта энергия качается до атомной энергии, она должна тоже через эпифис уйти туда, откуда пришла. Я завершаю. Это понятно, нам много часов не будем сейчас. Вы дали ответ. Спасибо. То, что я сказал, древние об этом знали и писали. Древние писали ученых. Они были в резонансе с космической энергией того типа. Десять лет я снимаю и задаю один и тот же вопрос, а зрители говорят, какой тупой журналист. Он столько лет задает один и тот же вопрос, а так и не понял. А я вижу все время разные ответы. Завершая передачу, как бы человек вашего масштаба, вашей компетенции, навыков, опыта мог бы сформулировать, в чем смысл жизни? У каждого свой, мы говорили. У некоторых смысл жизни в том, чтобы иметь больше, любить больше. Философски, в общем, не подразделяя, что у одного психотипа такой смысл, а у другого такой. А вот галактически, вот у этих космических циклов, закономерностей, фундаментально, какой заложен в этом во всем смысле? Вот этим науками занимаются. Я несколько раз хотел сказать, что я только занимаюсь наукой, статистикой, а вы меня уводите сюда. Но в душе это есть. Смысл жизни – это любовь и развитие. Сколько бы ни имел человек, чего бы он ни имел, он несчастный. Если его не любят, и он не любит. Согласен. Он просто несчастный. Согласен. Он несчастный. Прекрасно. А развитие – это всеобщий закон Вселенной. Любовь и развитие. Спасибо. Себя и своих сближающих. Ну что ж. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что мы, может быть, начнем серию таких встреч, как у вас будет возможность. Может быть, такой какой-то вечерний. Меня на лопатки разложили. Нет, у меня в процессе разговора возникло несколько идей интересных. Но я пока не буду ходбучивать, я не могу, может быть, часы надо думать, потом я пишу или обсудим этот вопрос. Но можно делать, потому что у вас очень большой багаж научных исследований в области человеческого ратума. И, возможно, можно какие-то такие интересные эксперименты показать, провести. Может, где-то в лаборатории, потому что у нас сейчас все, как Ярославль, идет в лабораториях, где проводят разные эксперименты. Ну, может, у нас интересная есть отработанная методика, стандартная. Вот Альфрид проводит эту методику. Вот человек вначале сидит, просит, сидит и думает. Потом сидит с закрытыми глазами. Потом решает логическую задачу. Потом работает с определенными фотографиями, какие образы сделанного. И затем в какое-то событие входит. Потом мы можем, зная биографию человека, только через биографию, биография, это очень мощно. Можем сказать, где может человек, что делать, что нельзя делать. То есть это вот особенно благотворно для школьников. Не только школьников. Эксперимент на пленку сделаем? А что за эксперимент? Дело в том, что потом... Нет, мы обсудим, просто обсудим. Дело в том, что потом-то что ведь у нас? Потом у нас идет обработка около суток, двое-трое. Потом беседа с этим человеком. Мы этому человеку говорим, что ему можно... Вот этот снять можно. Более того, у нас даже кто-то предлагал... Мы не снимали такое? Нет, мы не снимали, мы как раз так и работали со школьниками. Мы можем, но только надо какой-то школьник, где бы было за что уцепиться. Не всегда школьника можно сказать. Даже не всегда баню можно сказать о школьнике. То есть можно сделать. Ну, надо обсудить. Можно школьникам, можно в золотых руках. Приходили к нам, вот сами приходили. И директора, и главные бухгалтеры, и холдингов, и вот этого. По-моему, все довольны остались. Желающих есть много, да, которые узнают как раз по суглубинной структуре беседы. Давайте попробуем. Хорошо. И в заключение, скажите, на ваш взгляд, ваши исследования, они находятся в рамках прогрессивного развития науки? Я имею в виду, вы впереди планеты всей. То есть, вы знаете, как только мы начнем так вот себя ставить, мы тут же потеряем беседу для развития. Чему бы мы ни достигли, на каком бы уровне ни находились, это будет крохотка тех знаний, которые нужны для понимания, как развивается Вселенная, человечество, и чего состоит, чтобы отвечать на такие вопросы. Это крохотно. Как только мы находимся в начале познания самого человека, а конкуренты, они же тоже движутся. Да и пусть двигаются, мы будем рады. Мы их обнимем, мы все передадимем, поймите только я. Это по-другому. Существуют ли аналогичные работы тем, которые вы провели? Есть ли научные, на гора выданные материалы, какой-то институт? Ну, этим занимался, этими связями, с институтом неврологии, с чем вы, каким-нибудь... За рубежом, за рубежом кто-то есть, кто приблизился к вашим результатам? Ну, то, что мы находили, мы это использовали, там много интересного за рубежом. Основные закономерности, которые связаны с образованием городов, допустим, говорят, нет, это наши, тоже наши. Ну, за рубежом много хороших ученых, но, как правило, эти ученые, которые далеко шагнули вперед, во-первых, больше России, и во-вторых, более всего, это ученые, которые на грани научной ереси занимаются. Они все доктора наук. Вот совсем недавно, вчера, я поприветствовал одну девушку, ей 30 с небольшим лет, это из Кубанского института, на же фамилии ее, она написала удивительную монографию о космическом эфире. Вот здесь Ацуковский, доктор технических, профессор, там мы несколько лет с ним работали вместе, у него монографии чудеснейшие, да? А вот это вдруг появляется девушка 30-летняя. А, Мария, Мария Жук помогла. Жук, да? Ну, как-то там. Удивительно. Я посмотрел, какая глубина. Девчонка 30 лет. Меня восхитила эта работа. И у нас много таких монографий появляется. Допустим, по Торсионным полям, ни разу в этой теме не упроявили, существует 600 работ на русском языке. То есть большая часть исследований в этой области на русском. Почему? А потому что мы генетически разнообразны, мысли наши разнообразны. А тех, кто еретику нес на Запад, их всех помешали, убивали, уничтожили. Они генетически более однообразны. Поэтому больше работ много, но они больше на русском языке. А вот на английском, ну да, вот то, что я приводил, передача информации на расстояние, от мозга к мозгу, brain to brain, да? Это исследование американцев. Ну, прям, не побывайте еще за вопросом. Скажите, пожалуйста, на ваше мнение, вот ваше мнение, может ли быть скорость передач и импульсов? Или там больше, чем скорость света? На ваше мнение, просто на ваше мнение. Я не хотел бы говорить, но если мы признаем, что и существует кристаллическая решетка эфира, то она не только может быть, а эфир, да там, вот, на себе, судей, понимаем, да, но не только может быть, она реально присутствует. И космические, вот это вот, ну, козырев, это известные данные. Если мы признаем, существует кристаллическая решетка эфира, да, не только может быть, но обязательно будет. Но это настолько ничтожно мала энергия, что ее могут принимать только очень современные приборы. Ни один прибор современной физики не в состоянии эти энергии принять. Во-первых, она не электромагнитна, а во-вторых, бесконечно мала. Мала может принимать эту энергию только современнейший прибор, это человеческий мозг. Но так как человеческий мозг очень такой сладострастен, очень стремится себя показать, вот, очень стремится подбить в грудь, то те, кто бьют в грудь, как только ударил себя в грудь, я могу это, все же готовим. Для этого надо полностью интровертироваться, концентрироваться на восприятии этой энергии. И я знаю людей, я лично знаю, которые эту энергию воспринимают, которые и так воспринимают информацию. Нет сомнений, что эти люди считывают огромные потоки информации, которые ведут к нам вот от той энергии, которая связана с энергией, о которой мы говорили. Все. У меня нет сомнений, ни таких. Удавляет. Спасибо за внимание. Очень интересный разговор. И люди продолжают. Мы разгромили. Старик. Да. Я чувствую. Стоп сняты? Да, стоп сняты. Спасибо за внимание. Сергей, ты нашел очередной раз подтверждение электромагнитного построения Вселенной Галактики? Конечно. Ну, раньше... Дело в том, что мое мнение, если мы говорим по этому поводу, мы должны понять, что электромагнитное взаимодействие, это то, что отвечает за притягивание. А когда мы говорим о электрическом взаимодействии, мы имеем в виду то, что что-то про локар. И поэтому, когда я говорю об электрическом взаимодействии, о трех ее формах, это значит что? Это просто проявление этого взаимодействия. Оно у нас электрический характер. Потому что передается вот по этим трем формам. С притягиванием, отталкиванием, вращением. Это видно хорошо в музыке. Где больше никаких других взаимодействий нет. Только эти три формы. И если бы это было все-все-все, что мы перечисляем, то это было бы видно в построении музыки. Но этого нет. Там только одно. И поэтому у нас может быть восприятие этого одного с разных сторон. Но в этом ничего страшного нет. Главное, чтобы смотреть в корень и решать практические задачи. Поэтому я стою на этом, потому что у меня есть практика, понимание вопроса. Но у некоторых людей есть интуиция, есть правильные результаты, но нет приборов, чтобы это увидеть. пока не ищутся. Пока вот так вот. Но это никак, я не наставил на том, чтобы люди думали, как я говорю. Даже думает, как он хочет. Так что всем успехов. 150. И мы волна глобальная, без паруса летим вперед. Где-то там, у берега, с победой нас богиня Вика ждет. Мы волна глобальная, Без паруса летим вперед Где-то там у берега С победой нас богиня Вика ждет